Всем привет. Немного другого формата у меня планировалось видео, но ок, отложим его до лучших времен. А пока обратим внимание на один интересный видос, который вышел буквально несколько часов назад. Проект Vanilla Plus выпустил окончательный релиз талантов. Его предварительная версия как уже предупреждали до этого не окончательная, ждались изменений и вот вроде как эта версия окончательная и бесповоротная. Но я думаю что еще все таки все в процессе, после релиза будут какие нибольшие правки, как же без этого. Тесты это конечно хорошо, но вы знаете как это бывает, когда на сервер приходит тысяча прошаренных абузеров и находит какой нибудь талантик, который делается чуть чуть имбалансным, его приходится нерфить. И так, вам представлены все таланты на все классы, смотреть все их не будем, это очень долго. Более детально рассмотрим моего любимого воина. Чего же там такого наворотили. Начнем с армс ветки, которая в стандартной версии чаще выбиралась с любителями пвп. Улучшенный героик, теперь не дает скидку в 3 ярости, а вместо этого при полной получает 9 крита. Неплохой талант для старта прокачки, учитывая то что на старт у нас не будет других абилок кроме героика. Тактик мастера без изменений, также сохраняет 25 ярости при смене стойки, но группа талантов находится теперь в первом тире и получить ее можно пораньше. На самом деле до получения берф стойки таланты не особо нужны, если только прыгать между д стойкой и боевой, ну к чему это нужно и не понятно. Скорее всего эту группу перенесли, чтобы усилить какую нибудь другую ветку талантов и если бы тактик мастера находился как прежде в третьем тире, на него просто бы не хватило талантов. Парирование. На группу теперь можно потратить только 2 таланта вместо 5, как было раньше, но зато каждый талант дает по 3 парирования. Тоже хороший буст на прокачке, учитывая то что каждое парирование на мобах дает нам экстра атаку, плюс выживание. Улучшенный тандер клаб. Увеличен урон аж на 150 процентов. На самом деле тандер клаб бил не так много, юзали его в основном для ослабления урона босса по танку и теперь получается что этот эффект увеличен, ну и возможно в пвп и найдется применение. Снизить урон атаки какому то милишнику на 25 процентов думаю будет ощутимо. Ну а на больших паках применять танку просто маст хэв. Новый талант дуэлист. Повышен крит с овера и реванш теперь с ним критуют тоже. Кроме этого снижается кд реталейшена наполовину, то есть если все тайминги сохранились, реталос кд 30 минут, теперь 15 минут, что дает возможность применять ее чаще. На самом деле не самый популярный скил, применяют его редко из за того что он находится на общем кд с шилдволом и реклой, ну раз талант называется дуэлист, то разработчики наверное думают что он будет востребован в пвп. Ну хз хз. Для овера тут все без изменений, а критующий реванш это такое, он и до этого бил на копейку, а тут будет бить на 2 копейки. Если бы он еще давал где то в полтора раза больше агро, тогда да, штука полезная. Импрувнутый чардж, вот реально классный талант. То что он дает 15 раги и с чарджа больше, это все понятно. А самое интересное то что его рейндж увеличен на 7 ярдов. То есть это получается 32 ярда, достаточно неплохо, пока летишь к цели, можно сходить чайку налить. Шутка. Тут я вижу только эффективное применение в пвп, поскольку кастеры обычно стараются вары вести в комбат раньше чем он подойдет на расстояние чарджа. Накидывают дотку, маги кс дают, теперь им это будет сделать сложнее. Навряд ли это будет популярный талант, если какой нибудь проходной. Улучшенный хамстринг, вот это хорошее применение. Талант перенесен в третий тир, что дает возможность его прокачки пораньше и теперь вместо шанса зарутать цель, он дает гарантированное улучшенное замедление на 15 процентов и более продолжительное действие на 9 секунд. Управление яростью. Тут все без изменений, но не написано, генерит ли он ярость в бою. Собственно это и раньше было не написано и не написано и здесь, а если генерит, то сколько? Вопрос. Импэйл увеличивает крит на 20 процентов, как и было до этого, но теперь чтобы его получить, не нужно брать тонну бесполезных талантов, чтобы до него дойти, вроде там импровинтого рэнда, взять его сразу. Теперь он как раз выступает в роли проходного таланта к дипванду, который оставляет бледы после крита, а дипванд уже служит проходным к следующему таланту, про который чуть позднее. Специализация на мечи не претерпела изменений, а вот специализация на дробящее уже приобрела что то более интересное. Раньше талант давал бестолковый 5 процентный шанс застанет цель. Именно из за этого никчемного таланта я никогда не любил таскать мэйсу, чаще выбирал либо мечи, либо топоры. Ну а теперь мэйса игнорит броню, что куда более полезней. Топоры и полиармы объединены общей специализацией, по мне так это правильно, поскольку и то и то давал шанс крита. В остальном все осталось как было, 5 талантов и 5 крита. Размашисты дают теперь 10 зарядов вместо 5, что улучшает применение этой способности, плюс что действительно хорошо снижена стоимость, вместо 30 ярости 24. Реально хорошие изменения, потому как раньше пока накопишь 30 ярости, 100 лет пройдет, а потом еще надо копить ярость на удар. Плюс чем 24 ярости лучше 30, то что после смены стойки их можно применить сразу. Не ждать пока тикнет еще 5 раги. Специализация на двуручные дает теперь не 5 процентов, а все 10 по цене 5 очков, что возможно будет востребовано в ПВЕ. А также эти таланты будут более важны и поскольку раньше если мне нужно было взять что то нужное, я мог без сожаления отказаться от специализации на двуручные, там пару очков. Потеря 2 процентов была несущественной, потери же 4 процентов уже куда более сильнее. Калечни. Новый талант, похоже перекочевал к нам из БК, или возможно близзы его заморозили ДБК в качестве нерф варов, но теперь мы его видим в классике, дает 10 процентный шанс повесить на цель дебаф увеличивающий физ урон на 5 процентов. Этот талант теперь дает армс варам гарантированное вхождение в ПВЕ рейд, поскольку он усиливает всю милигруппу. И хотя бы 1 армс вар в рейде будет востребован. Новый талант, пёс войны. Смешное название. Понижение стоимости обилок на 20 процентов. Сильный талант. Те же размашистые уже будут стоить не 24, а где то 19. Эти таланты вроде аналога таланта из БК, только там это был ластовый талант в армс расцветке и работал немножко по другому. Вместо скидки на скиллы, была генерация ярости увеличена на 25 процентов. Еще один новый талант с латинским названием парабеллум. Шура, я дам вам парабеллум. Снижение кд всех обилок на 20 процентов. Возможно хороший талант, только я нигде не видел таланта, увеличивающая генерацию ярости с автоатаки. И если большинство обилок будет откатываться раньше времени, то будет ли хватать ярости на их применение. Хотя мы еще не дошли до фурии ветки, возможно там будет что то подобное. Мортал страйк. Старый добрый смертельный удар. Кд 4 секунды, вместо 6. А с парабеллумом будет С3. Я так понял, теперь можно херачить морталом нон стоп, не разбавляя ротацию вихрем. Как вам такое. А, тут еще даже улучшенный мортал страйк, вот оно че, еще минус 1 секунда. Ну че будет действительно не добить его до полторы секунды и чтоб нас не ограничивало какой нибудь там гкд, че уж теперь. Ну на самом деле сильная армс ветка. Давайте теперь посмотрим фурии таланты. Боевая выносливость. Дающая 15 процентов от регенерации здоровья в бою, как если б мы были вне боя. Работает примерно как талант на аргенманы в бою у кастеров. Талант кстати не новый. Этот талант был в прответке у варов, еще в альфе версии и давал дополнительные возможности танкам от такого стата как дух. Да, по этой причине можно было найти на многих танковских вещах дух, потом в каком то патче от этих статов избавились как от бесполезных. С этим же талантом дух снова будет интересен воинам как полезный стат, ну а хуманы за их расовый бонус будут в этом плане более привлекательны для воинов. Раскатит Иреоф не претерпел изменений, кроме его стоимости. Фуловая прокачка снижена с 5 талантов до 2. Криты так же остались неизменными, 5 очков за 5 крита. Необузданный гнев поменялся. Шанс прока его снижен с 40% на 25%. Я сначала подумал, что это нерв талант серьезно, а потом увидел, что прок таланта теперь дает не одну единицу ярости, а все 5. Ну вот теперь проблема с ярости решена, я все переживал за армсветку, где взять столько ярости на скиллы со снеженным кд. Деморалис, по сути ничего особенного, улучшает его эффект на 50%. Раньше Деморалис был не особо популярным талантом, навряд ли будет популярным и в этот раз, но мы видим, что Деморалис снижает теперь не только АП у милишников или у хантов, но и спел дамаг. А это очень даже меняет дело. Хотя если будут более интересные сборки талантов, навряд ли на нем будут застрять внимание. Импрувнутый клифф, бьет теперь не по двум целям, а по всем четырем. Открывает новые возможности как для ДПС, так и для танкинга. У кого были проблемы с аои танкингом, вот вам достойное решение. А как вам размашивать удары плюс клифф по четырем вражинам? Посмотрим как это будет работать. Пирсинг холл. Не поменялся вообще, какой был, такой и остался. Ну за исключением того, что теперь чтоб его взять, надо взять проходные на раскатистый рев. Бладкрэйзи. Видно, что заметно улучшен. Теперь он вместо трех процентов здоровья регенит аж девять. За девять секунд. Ну это будет своего рода престовская риньюшка на вас постоянно хиляющая. Раньше этот талант был не особо популярным. Поглядим на сколько он полюбится игрокам с апом в триста процентов. Улучшенный боевой крик. Ну особо не поменялся, кроме того, что фуловая прокачка дает двадцать процентов вместо двадцати пяти, но зато по цене двух талантов вместо пяти. Улучшенный слэм. Не знаю на сколько он полезен, никогда не пользовался слэмом, но кроме него всегда была куча обилок, которые можно было применять. На качи его вообще не поюзаешь, мобы сбивали каст, было неудобно. Каким будет слэм в нынешнем проявлении, не знаю, надо будет посмотреть. Энрейдж дает вам пять процентов урона с полученного крита на пятнадцать секунд и стакается, сколько? В десять раз, Карл. Привет разбойники или фералы, мне кажется, только с ними можно стакать урон увеличенный на пятьдесят процентов. Импровнутый экзекут. Раньше этот талант снижал его стоимость, сейчас снижает кд на восемь процентов. Я, если честно, даже не знал, что у него есть кд. Раньше он был без кд и применение экзекута ограничило его лишь наличие ярости. В этот раз, я так понял, разработчики решили нерфануть экзекут фазу на боссах и сделать ее подольше за счет кд на экзекута. Не знаю, немного непонятно. Точность. Во, вот за это спасибо. Раньше точность в талантах могли прокачать только роги, а теперь и фурики в том числе. Теперь на ранней фазе неодетые вары хоть как то будут конкурировать с разбойниками, а собирать кап конечно будет легче. Внутренняя ярость. Небольшой бонус к нашей ярости, ну и рекла раз в 15 минут. Дает возможность применять ее почти на каждом трае, не солить до лучших времен. Дедвиж в плане дамага и продолжительности действий остался таким же, а вот в плане уязвимости, мне кажется тут налицо нерв варов. До этого я видел только одни аппы талантов. А тут снижение армора и резистов не на 20 процентов, а на 50. Думаю, что если в ваниле плюс останется популярным такой спек как фури прот, применение этой способности будет под вопросом. Ну и кд у Дедвиша увеличено с 3 минут до 5. Интерсептор. Осталось все как есть, снижение кд перехвата на 10 секунд, но он теперь стал бесплатным. Вдобавок к этому зуботычины тоже бесплатно. Ну это хорошо наверно, когда тебе надо бывает сбивает каст, а у тебя нет ярости. Но вот лично меня напрягало не это. Недостаток ярости как раз не беспокоил. Больше всего не нравилось, что зуботычина была привязана к общему гкд. И иногда просто не успевал сбить каст, пока крутится гкд. Посмотрим как тут будет реализовано. Новый талант кровь берсеркера. Интересный талант, но я так до конца не понял принцип его работы. Кроме увеличения скорости боя после критов по вам, насколько я понял, у вас появляется больше сопротивляемости к вражеским заклинаниям, а также увеличивается входящий хилл до 30%. Но если вы пострадали, то увеличивается максимальный бонус здоровья до 50%. Я долго втыкал в описание этого таланта, так толком не понял точную его работу. Напишите пожалуйста в коммент, если вы в курсе, как именно работает эта группа талантов. Флури слегка понерфлен. Раньше он повышал скорость атаки на 30% на следующие 3 удара, сейчас на 2. Бладфист становится более интересным талантом. Теперь мы вары вампиры. Урон с Бладфиста не просто нас отхиливает, а дрейнет здоровье именно с цели. Улучшение кровожадности снижает его стоимость на 10 раки. Так, ну и теперь смотрим нашу прот ветку. Останутся ли вары лидеры среди танкований, или же их там подсидят палы за рулями. Улучшенный Бладрейдж. Отличается только снижением стоимости по ярости, и перенесен в первый тир. Броня улучшена с 10% до 15. Ну и опять же талант в первом тире. Очки деф и теперь получается по 5 за талант, и возможность скачнуть их в талантах увеличена с 10 до 15. Импровнутый реванш, как и раньше остается бесполезным талантом. То что его шансы стану апнули до 45%, особо погода не сделала. Как были боссы иммунны к стану, так и иммунны до сих пор. Но эта группа талантов идет как проходная к стану, о котором попозже. Шилд баш, дает теперь не 50, а 100% шанс повесить на цель 6 секундное сало. Кстати, все эти талантики вполне могут быть применены в пвп. Не знаю как прот будет реализована в пвп, но возможности у нее становятся куда больше. Шилд блок, теперь дает отхил с блокированного урона, и сам шанс блокирования повысился. Ласт тенд, теперь не только дает больше пул здоровья, но отхиливает нас на 30% после применения. Я прям уже вижу варф бегающий в пвп с этим талантом. Шилд мастере дает возможность блокировать дополнительную атаку. И чего? У варов появляется способность рефлекта. А этот талант ее также улучшает. Понятненько. Ну и таланта снижает кд на эти обилки. Блэд мэйл. Вроде шипов на броне. Новый талант, дающий возможность отражать урон атакующим, увеличивается от вашего уровня. Хорош талант. Че то такого наверно вару не хватало. Побольше агро, ну и помощь в уе танковании. В сочетании со шмотками, химией и бафами, которые дает рефлект, будет не плохо. Так, про бесполезный талант с реванша я уже говорил, теперь поговорим про сам бесполезный стан. На боссах станы не работают, нах его брать не понятно. Даже несмотря на то, что он кроме стана еще дает урон с оружия, талант сомнительный. Вижу ему только применение в пвп. Повышение урона на одноручное оружие. За ту же цену на те же 10 процентов. Но эти таланты теперь находятся в четвертом тире. А это значит, что до них теперь могут дотянуться фурики. Будут ли фурики залезать в прот ветку не ясно, а вот какие нибудь фури проты возможно. Кстати обратите внимание, что в фурии ветки отсутствуют таланты на увеличение урона с левой руки. Увеличение груз деф стойки, тут все понятно, почти без изменений, только перенесено. С третьего тира в четвертый. Айрон Уилл. Снижение шанса законтролить вас аж на 30 процентов. Жесть какая то. Оркам с этим талантом наверно даже фапки не нужны. Как будут бомбить всяких рок. Хотя в пвп редко кто брал эти таланты, несмотря на то, что его улучшили, станет ли он востребованным вопрос. Импрувнутый таунт. Повышает шанс попадания на 6 процентов. Прям так и вижу, как танк отчитывает РЛ. Какой нахрен зис таунт? Че ты мне лечишь? Ты таланты вкачал? Уже не отмажешься, что таунту нужен спелл хит. Бросок щита, охренеть. Забрали эту обилку у паладинов из БК. Он еще эскалируется от нашего АП, и игнорит броню. И станет на 2 секунды. Короче скриньте. На сцену выходит прот пвп вар. Возможно в шмотках на дд. Снижение стоимости всех обилок на 3. Тут все понятно. Импрувнутый шелдвол. Хорошая тема. Редко востребована. Мало кто берет. Шв. Будет ли брать с кд 15 минут? Возможно. Учитывая, что нам обещают увеличенную сложность в инстах, может в каких то местах без шв будет никак. Стиль бабочки. Отличное название для танковского таланта. Апает агилу на 30%. Хорошая тема. Плюс додж, плюс крит, плюс броня, все что нам надо. Виталити. Еще один талант стыренный и модифицированный с БК. Увеличивает наше здоровье на 10% и получаемый хил на 15%. Замечательный талант, который дает нам возможность сохранять необходимый уровень агро и урона. Конституция. Название огонь. Апает силу от количества здоровья раз. Когда у вас здоровье выше 50%, вы иммунны к ядам и болезням 2. К ядам не полностью, на 90% только. Я так понял это для того, чтобы роги могли свои криплинги и блайнды на нас вешать. Но все равно идея интересная. Фулл здоровье не болеешь, просел здоровье заболел или траванулся. Ну че ребят, спасибо за внимание, подписываемся на канал, если будет что то интересное, обязательно вам поведаю. Всем удачи, не болейте.